Добрый вечер! Эфир общественного телевидения Приморья продолжает тема дня. В студии работает Юлия Бернацкая. Во Всероссийском детском центре «Океан» прошла ярмарка военных профессий, где школьникам наглядно показали о том, что из себя представляют современные бойцы армии и флота. О том, как прошла эта ярмарка, сегодня поговорим с ее организатором Сергеем Ефремовым, представителем общественной организации «Контингенг». Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как появилась такая идея провести эту ярмарку военных профессий? Ну, если быть честным, то сама идея принадлежит руководству самого детского центра «Океан». Вот, если прям о конкретике говорить, то мы проводили зорницу в пенерском лагере «Юнга», военные игры. С нами вместе участвовала 83-я десантно-штурмовая бригада. И буквально там на следующий день мне позвонили с «Океана» и попросили оказать содействие в организации ярмарки военных профессий. То есть, по большому счету, идея принадлежала им. Мы согласовали наше участие, то есть, что нам нужно было сделать, и мы совместно провели это мероприятие. Но, я скажу так, авторство за этим мероприятием все-таки принадлежит самому детскому центру «Океан». Проделали работу достаточно большую, согласовали, и я думаю, что, наверное, у нас все получилось. Какие спецподразделения приняли участие в мероприятии? В самой ярмарке принял участие наш СОБР, пограничники, морская пехота, десантники 83-я десантно-штурмовая бригада и сотрудники МЧС, огнеборцы. Как удалось привлечь их к этому? Ну, по большому счету, Всероссийский детский центр «Океан» достаточно крупная, масштабная организация, и я думаю, что написать письма, отправить запросы, согласовать с командованием, сложного ничего нет. Мы в этом помогли, мы согласовали с 83-й бригадой, потому что мы с командиром бригады «Однокашники», с морской пехотой, и пригласили ансамбль песни пляски Кихенского флота. То есть свою часть мы выполнили, они договаривались с пограничниками, с СОБРом и с сотрудниками МЧС. Ну вот, насколько мне известно, на мероприятии подростки могли обучиться управлению настоящей боевой машиной. Вот что у подростка вызвало наибольший интерес? Ну, вы знаете, на самом деле, помимо того, что каждое подразделение презентировало свою работу, естественно, там была организована выставка оружия. В частности, был выставлен на общее обозрение наш БТР-80, который стоит на вооружении в вооруженных силах. Значит, новая машина «Тигр» я, к великому сожалению, сам ее первый раз увидел, потому что больше лицезрелые по телевизору. Это новая машина. Наши огнеборцы показали технику, которую они применяют при пожаротушении. Десантники показали парашютные системы. Естественно, никто ребятам особо за руль не садил и не давал им ездить. Но полазить по машинам, подергать за ручки, покрутить и вообще воочию убедиться, воочию пощупать машину, у них бы такая возможность была. Судя по репортажу, даже если судить, ну, кого-то это очень сильно цепануло, а кого-то нет. Ну, кто-то вообще не подходил, и такое было. Наша задача была совершенно другая, то есть дать людям возможность, детям возможность это все пощупать своими руками. Вот. Кому это было интересно, я думаю, что они все для себя взяли. Но подобные мероприятия, они все-таки интересны больше мальчикам, а девочке? Вот им понравилось или все-таки особо не было интереса? А вот здесь я с вами не соглашусь. Очень много девочек, знаете, с удовольствием смотрели на технику, сами по ней лазили, и очень много девчонок подходило именно к парашютным системам. Поэтому здесь сказать, что больше нравилось мальчикам, чем девочкам, ну, я не скажу. А почему вот площадкой выбрали центр «Океан»? То есть рассматривались какие-то другие варианты или вот сразу остановились на нем? Ну, вы знаете, на самом деле ярмарка военных профессий достаточно интересное мероприятие, и мы уже по опыту, да, будем проводить, наверное, и не только в пенерских лагерях за лето. Я так думаю, что, наверное, мы такие мероприятия будем проводить и в школах, ну, просто «Океан» — это одно, скажем, ну, из частей большого цикла работы, которую мы планируем проводить. Ну, то есть ярмарка вакансий — это не разовая акция, то есть это будет какие-то традиционные мероприятия? Вы знаете, на самом деле я был крайне удивлен, когда мне позвонили, сказали, ярмарка военных профессий, даже она как-то так звучала немножко так по-граждански. Но я залез в интернет, посмотрел, что на самом деле это мероприятие проводится практически в каждом федеральном округе, то есть это проводили и в Сибири, в Новосибирске, и в Красноярске, я знаю, что какая-то школа проводила. Вот, я так думаю, что, наверное, презентацию военных профессий и профессий силовых структур ее нужно делать. Ну, во-первых, как бы мы снимем этот барьер боязни службы в армии. Во-вторых, мы все-таки покажем, чем живут наши силовые структуры, на чем они работают. Мне, допустим, самому было интересно посмотреть, как работают огнеборцы. То есть наши пожарные показали, как они борются с огнем, я посмотрел, как они работают пенными этими огнетушителями. В общем, интересно было, я такие машины вот так вот вблизи видел, на самом деле, сам, ну, к великому счастью, первый раз. Вот, мальчишкам это будет интересно. Для кого-то это, наверное, будет первым шагом к выбору профессии. Для кого-то это как раз будет снятие барьера, и он посмотрит, и загорится желанием, может быть, не связать свою службу с армией, но, по крайней мере, пойти послужить, получить какую-то военную специальность. Вот, поэтому все, что мы сделали, я так думаю, мы сделали правильно. А родители отдыхающих, ну, присутствовали на мероприятии? Значит, ну, вы сами знаете, что пионерский лагерь, по-старому называют пионерский лагерь, детский центр «Океан» — это достаточно, ну, как бы, закрытое заведение. Ну, и плюс к тому, что здесь присутствуют дети, наверное, не только с Приморского края, а со всей нашей большой страны. И взрослых, на самом деле, было немного, но и по большому счету целевая аудитория — это были все-таки дети. Поэтому мы работали на них, вот. И я хочу сказать, что мне было приятно, что в той работе, которую мы проводим по военно-патриотическому воспитанию нашей общественной организации, участвует много людей просто, как бы, сами по себе. И я понял, что объединившись, мы можем сделать достаточно крупные, масштабные мероприятия. Вот показатель. А расскажите еще, пожалуйста, какие еще планируются вот мероприятия для патриотического воспитания молодежи? Значит, ну, у нас в нашей организации вообще запланированные мероприятия, они как бы ежегодные, и, как правило, они уже традиционные. У нас сентябрь месяц мы занимаемся Днем открытых дверей в Суворовском училище. Но это не просто День открытых дверей, это достаточно масштабное действие. То есть мы оповещаем всех будущих кандидатов, в частности, тех, кто учится в четвертом классе, о том, что планируются мероприятия в Суворовском училище. Они с родителями, с бабушками, с дедушками, с папой, мамой садятся в автобус. Мы колонны в сопровождении ГАИ выезжаем в Суворовское училище, где они полностью проводят целый день в нашем училище и смотрят, как живут суворовцы. Кто-то определяется, что да, я буду поступать, кто-то посмотрит, говорит, господи, не хотелось, слава богу. Наша задача людям дать возможность увидеть все своими глазами, а главное детям самим принять решение, связать свою службу в армии. Это вот у нас одно из самых масштабных мероприятий, которые проводим ежегодно на протяжении уже нескольких лет. Я являюсь представителем попечительского совета Суворовского училища, поэтому с начальником училища мы это проводим ежегодно, независимо от обстановки. У нас проводится акция «Чистый обелиск». Мы ее проводим в апреле месяце, в преддверии празднования 9 мая. То есть мы делим полностью все памятники, которые находятся в городе Владивостоке, распределяем по школам. Я в основном отвечаю за наш памятник, который находится возле кинотеатра «Иллюзион» и за морским кладбищем, где стоят постаменты наших героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны. Акция «Чистый обелиск» проходит у нас тоже ежегодно, это в апреле месяце. Но я здесь не беру мероприятие, которое у нас приурочено к 16 ноября, это День морской пехоты, потому что это ежегодный праздник, к которому мы готовимся. 2 августа это тоже наш праздник. Я выпускник десантного училища, для меня это мой личный праздник. И мы, наши организации, очень плотно работаем с Союзом десантников, поэтому в течение года очень много работы по военно-патриотическому воспитанию. И мы ее проводили, проводим и будем проводить вместе с нашим государством, с нашими федеральными программами, которых на самом деле не так много. Сергей Викторович, спасибо вам большое за такие развернутые ответы, за то, что нашли время прийти к нам. А наш фир подходит к концу. До встречи и увидимся на общественном телевидении «Приморья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова